МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Какие игры продавались в России в прошлом месяце лучше всего, и стоило ли на них раскошеливаться? Смотрите, самый беспристрастный в истории игровой журналистики отчет игровой индустрии. Минучку. Алло? Расскажу я про вашего чебурашку ушастой истории. Что? О, розового БМВ не будет. Ну, тогда и чебурашки вашего сраного в эфире не будет. И пусть разработчики знают, настоящий игражур никогда не отступит от своих принципов. Начнем с нового диска. На первом месте, разумеется, ведьма. Еще бы после такой шумихи. А дальше... Дальше правит балл юная последовательница Шерлока Холмса по имени Нэнси Дрю. За последние 9 лет девушку носила, как осенний листок по заграничным городам и весям. То там, то сям. Она расплетала загадочные преступления и заплетала извилины игрокам. И вообще говоря, должна была уже изрядно потрепаться. Да не тут-то было. Как и раньше, глаз радуют неказистые модельки персонажей, высосанные из пальца сюжеты и разрешение в 640 на 480 точек. Впрочем, вру. В 2007 году разрешение скакнуло до невиданных 600 на 800. Вы спросите, что делает этот музейный экспонат на нашем празднике жизни? Это вас надо спросить, дорогие телезрители. Именно вы и сделали Нэнси Дрю «Белый волк ледяного ущелья» и Нэнси Дрю «Псы-призраки лунного озера» одними из самых продаваемых, скажем так, артефактов от высшую помянутой компании. Примечательно, что и «Ведьмак» и Нэнси выпущены почти одновременно. И если хваленый чародей взлетел на седьмое небо благодаря напористой рекламной кампании, то о юной сыщице никто и слова не сказал. А она уверенно дышит «Ведьмаку в пупок». Ну или чуть-чуть пониже. Кто сегодня любит джаз, завтра родину продаст. Джаз, работа по найму, пошаговая стратегия, младший брат Джаги Теллиенс стал лидером продаж «Русабит-М» и компании «Геймпитстоп». Радует, что хотя бы у приверженцев «Русабитовской» продукции мозги оказались в черепной коробке, а не в жопе. И эти самые приверженцы не слишком зарились на глюкозиновую ферму, которая лишь благодаря своей зубастости чудом удержалась на 10-м месте чарта. Джаз — это, конечно, не уфо. Но в отличие от того, что Джаги Теллиенс, игру можно запустить и тут же начать играть, не дожидаясь полгода выхода патча, позволяющего пробраться в главное меню. На пятки джазу наступают сборники головоломок, как достать соседа, адресованные любителям потрепать нервы ближнему своему. Неудивительно, что игра так запала в сердце тысячам россиян. Ведь, как говорится, не то плохо, что своя корова сдохла, а то плохо, что у соседа жива. Бука порадовала своей оранжевой коробкой. Half-Life 2 эпизод 2, Team Fortress 2 и портал занимают первое, второе и четвертое место в ее чарте. А на десятом месте примастился Counter-Strike Source, которого обошла на повороте головоломка, как достать студента, переполох в общаге. Видать, весеннее обострение у шизофреников гораздо опаснее, чем кажется. У студентов-то можно было и пожалеть, у них и так всего два праздника, Новый год и каждый день. Памятуя мультяшной доставалке соседа от Руссабита, поневоле призадумаешься, что в нашей стране важнее, погонять в контру или все-таки кого-нибудь достать. На восьмом месте рукотворным памятником безвременно ушедшим от нас Колину Макрею стоит Колин Макрей-Дёрд. Мы тебя не забудем, Колин. По мнению неподкупной съемочной группы подпольной правды, фирма 1С является лучшей фирмой на свете. После студии, снявшей фильм «Токсический мститель 4», издательство, напечатавшего комикс магазинщик ужасов и конторы, выпустившей в России Дум-3. Тьфу, стоп, это же она есть. У 1С на дворе 13-й век. Поскольку я пока хожу на работу пешком, а не езжу на розовом БМВ, заявляю прямо, стратегия как стратегия. Тем не менее, ее смогли обойти только обосновавшиеся на втором месте герои меча и магии, которым у нас в стране можно выпускать по пять дополнений каждую неделю, или все они будут расходиться в количестве трех штук на одну семью, и Биошок первое место. Это неудивительно, странно другое. Барби, салон красоты, продается у 1С лучше, чем Call of Duty 2, хотя у нас на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Девчонки кончают и выигрывают. Виртуальные дочки матери, распространяемые компании Soft Club с легкостью бьют все рекорды. The Sims 2 и 3 дополнения к ней Путешествия, Времена Года и Питомцы задвинули на задний план все мужские ресталища с видом от первого лица и даже обогнали по совокупному тиражу World of Warcraft. По-моему, Blizzard и Electronic Arts давно уже пора пожениться и переселить Симов в Азерот. После этого супругу можно будет вообще ни с кем не здороваться и переехать на Марс поближе к студии Подпольной Правды. На этом Подпольная Правда прощается с вами. Пишите на Правда как всегда собака gamezifestv.ru Вы, наверное, ждете от меня в конце каких-то прогнозов. С уверенностью могу сказать только одно. Не стригите ногти на ногах. Обещают гололед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok